Здравствуйте, Сетилембанк. Меня зовут Ростяков Елизавета Викторовна. Могу ли я услышать? Ну я что, врач, что ли? Можете вы услышать, не можете, не знаю. Это вы? Правильно я вас понимаю? Ну я. Скажите, пожалуйста, по какой причине вы не оплачиваете свою задолженность? Ну я свои долги все уже выплатил перед Родиной давно. Я имею в виду задолженность по автокредиту. А, по автокредиту? Так это же не задолженность, это так, временные трудности. Сумма вашей задолженности составляет 12 523 рубля с учетом округления в большую сторону для вашего удобства. А можно в меньшую сторону для моего неудобства? Сумма вам посчитана с неустойкой. Если вас интересует сумма без неустойки, то это 12 435 рублей 53 копейки. А на каком основании неустойка была начислена? В данный момент она еще пока что не начислена, но так как денежные средства не поступают к нам на счет. Соответственно, штрафы будут начисляться ежедневно. И какой размер штрафа? Размер штрафа составляет 12 рублей 44 копейки. Как он рассчитан? 0,1% от суммы долга. Замечательно. Вы прямо на мое удивление все по закону делаете. Как вы думаете, это 12 рублей в день смогут меня как-то смотивировать? Оплатить. Не знаю, если вы хотите переплачивать... А что можно купить на 12 рублей в день, как вы думаете? Но тем не менее, я понимаю, что вы денежные средства не планируете вносить. Само вашего долга будет урасти. Почему вы так решили, что я не планирую? Ну, вы не внесли до сих пор у вас дата ежемесячного платежа, вписание ежемесячного платежа 8-го? Ага. Сегодня уже 10-е. Вы не внесли денежные средства? Ну, это же не значит, что я не планирую. Просто вы так сказали, что... А когда вы планируете внести денежные средства? Планирую 8-го. 8-го чего? Числа. То есть сегодня 10-й, вы планируете 8-го июля внести денежные средства? Ну, я бы не сказал, что это прямо июля. Ну, какого-либо 8-го числа планирую. Хватит вам такой ответ? Ну, устраивает вас? Нет, не устраивает меня такой ответ. Банк уставляет вам требование в течение двух рабочих дней произвести оплату. Двух рабочих. Ну, а когда это требование было выставлено? Я выставляю вам сейчас требование. Так вы выставляете ли банк? От имени банка. А у вас есть доверенность на право выставления требований? У меня... Да. У меня есть возможность выставлять от имени банка требования. Ну, оно что? Так как я не знаю, сотрудникам. Но то, что вы являетесь сотрудником, это еще не дает вам права на выставление требований. У вас должна быть доверенная, доверенная работодателем. Есть ли у вас такая доверенность? Мы сейчас не говорим о том, что есть ли у меня доверенность или нет у меня доверенности. Ну, вы же требования выставляете. Я должен понимать, с кем я общаюсь. Просто с человеком или с доверенным лицом банка. Вы мне до сих пор никак не подтвердили, являетесь ли вы доверенным лицом банка или нет. Вы скажите номер доверенности своей. И от какого числа она? То есть ваш банк вас не наделил этим правом? Вы понимаете? Ваш банк вас этим правом не наделял. И вы занимаете, знаете, чем по закону как это называется? Самоуправство. Мы сейчас говорим о вашей задолженности. Мы об этом и говорим. Мы об этом и говорим. Просто вы сказали, что вы требования выставляете. Ну, вы от себя выставляете, пожалуйста. Нет, от себя я выставляю от имени банка требований. Доверенность скажите. Так как я являюсь сотрудником банка, я имею право выставлять требования. Так что любой сотрудник банка может что ли требования выставлять, даже если он там работник склада, допустим. От имени банка? У вас там любой, который туалеты чистит, тоже может требования выставлять. Может вы там, я не знаю, туалеты сейчас чистили и сели за телефон. Я же не знаю, кто вы. Вы мне требования сформулируйте с доверенностью, пожалуйста. Давайте уже до конца идти грамотно, юридически. Когда вы планируете обносить оплату? 8 числа, я же вам сказал. 8 числа какого месяца? Давайте сначала с годом, наверное, определимся, в месяц, потом уже определимся. То есть с годом еще определятся? Да, да. Ну планирую в 2024 году где-то. 8 числа в 2024 году в какой-то месяц точно внесу. То есть вы не планируете производить оплату? Почему не планирую? Вы понимаете, что у вас портится ваша кредитная история? Портится и что с ней будет? Ну испортится, через 3 года наладится. Ну что дальше? А знаете, она легко лечится на самом деле, вообще без проблем. Тысячу раз так делалось. 3-4 месяца взял микрозаймы, поотдавал назад, все у тебя наладилось. Тебе опять банки выдают кредиты? Вы не выполняете свои обязательства. Ну и что? Вы не возвращаете денежные средства банка. Слушайте, ну у нас все правительство не выполняет свои обязательства в отношении меня. Вот государство не выполняет свои обязательства. Почему я должен их выполнять? Мы же не государство, мы банк, в котором вы кредитовали, в котором вы брали машину. Ну лицензия-то у вас государственная, вам же лицензию выдал центральный банк. То есть вы являетесь дочерним учреждением центрального банка. То есть, то бишь, государственный. Вы брали в банке денежные средства на потребление своих нужд, своих интересов, своих нужд. Да, я брал. Но это не ваши деньги были, это деньги народа. Это деньги банка были? Нет, это центральный банк через БАС дал мне деньги. Вы можете об этом прочитать в любом учебнике экономики. Когда вы планируете внести платеж? Давайте конкретно определимся с суммой. С суммой? Ну вы же сказали, что еще ищут. Ну вы сказали же, что там без на этих, как их называют, начислений. Сколько там надо мне внести? Ага. Сколько без начислений? Ну без неустойки этих 12 рублей в день. 12 435 рублей 53 копейки. Ну давайте договоримся на 8 июля 2023 года. Подойдет? Нет, не подойдет. Ладно, 2022. Вы со мной будете торговаться? Я не торгуюсь, я просто планирую. Мы сейчас планируем на годы вперед. Занимаемся генера с планированием. Вы не оплатили свой ежемесячный платеж? Ну ничего страшного. Что значит ничего страшного? Ну ничего, что произошло? Ну не оплатил, что теперь. Небеса развернулись, я не знаю, молния меня ударила. Или еще что-то произошло. Там земля разошлась, демон выскочил и сказал, ай-яй-яй. Ну что произошло? 12 рублей в день. Ну хорошо, пускай будет 12 рублей в день. Ну что страшного? Ну что страшного? Вы не выполняете свои кредитные обязательства. Ну ничего страшного. Я же говорю, государство передо мной не выполняет обязательства. Почему я должен выполнять обязательства перед кем-то? Вот меня обокрали в девяносто первом году, включая и у вас. Все забрали у меня. И ничего, никто не парится, никто об этом к чем-то не говорит. Зато если ты там просрочил платеж на два дня, так тебе начинают сразу корять какой-то плохой. Это же как-то несправедливо, правильно? Алло. Ну не отключайтесь, с вами очень интересно разговаривать. Банк вам доставляет требование в течение двух дней оплатить сумму вашей задолженности 12 523 рубля с учетом округления в больших сторон для вашего удобства. А вы можете выслать вот это требование, письмо у меня на e-mail, ну чтобы я прочитал? Я вам требование банк вам выставил, ожидаем от вас оплаты, все, вам доброго, до свидания. Но вы на e-mail можете выслать это требование? Требование я вам выставило? Ну нет, ну просто я это слышу просто, мне надо это прочитать, ну как бы что это банк выставил требование. Вы можете это на e-mail прислать? Обратитесь, чтобы вам требование, чтобы вам прислали официальный ответ на сайт www.3w.com.ru Хотел связаться с нами. Так вы же сотрудник банка, вы что не можете? Да, я сотрудник банка, но у меня нет такой возможности вам отправлять на e-mail данную информацию. Так вы туалеты все-таки моете там или на самом деле дела делаете? По технической возможности отправить вам e-mail сообщение. Как это нет? У вас еще компьютера нет? Обратитесь, я вам еще раз повторяю, обратитесь на сайт www.3w.com.ru в раздел связаться с нами. Требование банк вам выставил, в течение двух дней мы ожидаем от вас оплаты. Всего вам доброго, до свидания. Так, я не вижу вот такого требования. Где это требование? Кто мне выставил? Обратитесь, я вам еще раз повторяю. Обратитесь. Где требования? Я не вижу требования. Обратитесь на сайт, вам требования. Подождите, вы мне выставляете требования или мне надо обратиться на сайт, чтобы мне выставили требования? Если вас интересует, есть ли такой сотрудник, который вам выставляет требования, обратитесь на сайт, вам всю информацию предоставят. Так зачем мне сотрудник, мне требования нужны, вы мне требования предоставьте, а то вы просто сказали, а то, что, знаете, слово «не воробей» уже улетело, как бы, ну, что это за слово, как доказать потом в суде, что вы мне какие-то требования выставляли, а так хоть какая-то бумажка есть. Вот я в суде скажу, они мне по телефону сказали, какая-то там девушка, которая туалеты моет, я откуда знаю, кто это, вы направьте на e-mail хотя бы какую-нибудь бумажечку мне. Дайте прочитать. Ну, не отключайтесь, девушка, ну, не обижайтесь на меня, с вами очень интересно разговариваю. Девушка. Я вам еще раз повторяю, что я выставляю вам требования по телефону, это возможности отправить вам документ. Да, ну вы не переживайте так, у вас все будет хорошо, честно. Вы на меня не обижайтесь только, ладно, это я так просто шучу. Ладно, не обижайтесь только на меня. Я же вас никак не оскорбил, никак вас хотя бы. Срок погашения, назовите мне дату конкретную, когда вы планируете произвести оплату. А сколько вообще там общая сумма, можно узнать? Ну, я вам точно скажу, когда я закрою. Я могу вам назвать некорректную сумму? Ну, примерно, скажите, сколько? 999 рублей 15 копеек. Ну, некорректно. Ну, я понял. Ну, слушайте, я по-любому ее закрою. Ну, просто сейчас такое время, видите, карантин, вирус там и прочее. Вы знаете, что половина компаний в России не открыли работу, они разорились. Просто официальная статистика нам врет. Вот, они официальная статистика, говорят, что половина компаний. Вот у нас даже я хожу. Меня интересует... Да нет, я вам не про это говорю. Я не про это вам говорю. Ну, вот, я вам про это и говорю, что дайте людям время отделаться от этой ситуации, которая была сейчас. Вы же понимаете, что... Ну, время. Какое время? Ну, людям время дайте отделаться от этой ситуации. От какой ситуации? Ну, от коронавирусной. Идите подрабатывать, ищите денежные средства. Находите подработку, оплачивайте свою задолженность. То есть вы хотите, чтобы я к вам устроился, Сталин? Ну, я туда не пойду. Ищите другое место работы. Так а где? Здесь все компании закрыты. Полка, половина компаний не открылись после карантина, вы знаете. Вот ходишь, везде магазин написано, закрыто навсегда, закрыто навсегда. Четыре месяца, ну, сколько, три месяца прошло, даже больше, уже почти четыре месяца. Ну, это же разорили же всех. Ищите источник дохода. Так мне проще не платить. Что значит проще не платить? Ну, так, проще просто взять. А это форс-мажор, вы знаете. Потом в суде можно доказать, что это форс-мажор, и сделать отсрочку себе. А вы риски выбрали на себя? Да как же, а вы мне страховку зачем подключали? Забыли? Все финансовые риски брали на себя. А страховку, говорю, зачем подключали, вы забыли? Какую страховку? Ну, так, страховку в кредит, которую вы вписали. Программу страховой защиты свою. Ну, не вы, а другое сотрудник. Вот именно по этой страховке и все можно будет списать. Ну, как минимум большую часть. Ну, что форс-мажор был, а вы видели, 4 месяца у нас не работала вся Россия. Есть официальные заявления, указы президента, мэра Москвы и прочих. Официальный карантин нельзя было. Карантин в Российской Федерации? Ага, вот вы как же вы говорили, карантина не было. Официальная самоизоляция с запретом работы. Как вам такое? Официальные указы. Карантина в России не было? Карантина не было, но официально работать нельзя было. Есть указы и постановления, запрещающие работать. Подрабатывать никто не запрещал. Подрабатывать? Запрещали на улицу выходить, о чем вы говорите? Подрабатывать без пропуска. Вы где живете? В Москве? Вы что, не знаете? Нет, я не живу в Москве. А где вы живете? Откуда вы звоните? Я живу из Саратова. В Саратове. Ну, я не знаю, как в Саратове, но здесь, в Москве, я вам так скажу, что разрешено было всего лишь два раза в неделю выходить по разовому пропуску. И в метро тебя не запускали, а без метро ты никуда не можешь уехать. В машине тебя никуда не пропускали. Везде останавливали. У вас все в порядке? Все замечательно. Повреждения отсутствуют? Ну, я не знаю. Но пока нет. А что такое? Хотите забрать уже его? Нет, банк справит интересоваться залоговому имуществу. Ну, он уже залоги, вам еще надо его забрать. А это уже форс-мажор. Требования банка вам выставил. Ожидаем от вас оплату. Всего вам доброго. До свидания. Ну, только требования, когда предоставите. А можно с вами лично поговорить? У вас такой голос красивый. Ну, не по телефону. Ну, не вот поэтому, не по рабочему. Когда вы планируете произвести оплату? Ну, давайте конкретно назовем. Не кричите так на меня. Не кричите, пожалуйста. Я не люблю, когда на меня кричат. Не доводите до того? А вы хотите в Москву переехать? Это не относится к сути нашего вопроса. Блин, слушайте. Не интересует, кто задолжен. Я понимаю, что вы нас прослушиваете. Может быть, мы придумаем какую-нибудь систему, где вы там какими-то словами скажете номера телефонов своего, и я вам перезвоню. Мы разговариваем о вашей задолженности. Моя личная жизнь вас интересоваться не должна, так как я звоню вам по поводу вашей задолженности, и меня интересует, когда вы планируете оплатить задолженность. Я бы у меня банк вам выставил. Всего вам доброго. До свидания. От личности многое зависит. И когда говорят, а чего я один могу? Запомните. И один в поле воин. Если он, человек с большой буквы, владеет знаниями, один очень много может сделать. Не то, что в жизни города, в жизни страны, в жизни человечества. Продолжение следует. Продолжение следует.